С января 2022 года будет снижена ставка налога на прибыль при применении инвестиционного налогового вычета с 10% до 5%. Это создаст дополнительные стимулы для увеличения предприятий, участвующих в процессе создания и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Как следствие, увеличится количество и качество реализуемых в Кузбассе инновационных проектов, а в дальнейшем приведет к увеличению степени диверсификации экономики области. Также законом расширен список организаций, имеющих право на применение инвест-вычета. В него дополнительно включены представители малого и среднего бизнеса в любой отрасли, за исключением добычи угля, оптовой торговли и торговли автотранспортными средствами, а также субъекты инвестиционной, инновационной и производственной деятельности. Снижение налога на прибыль с 10% до 5% это в первую очередь поможет нашему среднему производственному бизнесу, а это 182 компании. И нужно учитывать, что около 20% это предприятия, которые работают в сфере сервиса, строительства, производства, транспорта. Поэтому это очень хорошая мера поддержки. Я думаю, что это правильная абсолютно позиция. Нужно сейчас делать все, чтобы поддержать наших субъектов экономической нашей жизни. И бизнес будет развиваться. Льготами смогут воспользоваться субъекты МСП, которые не допустят снижения численности работников по сравнению с 1 марта 2022 года. Ожидается, что введенные льготы позволят предприятиям инвестировать в высвободившиеся финансы и развитие предприятий, создание новых рабочих мест, рост заработной платы и производительности труда. А также приведет к увеличению выручки от реализации товаров, работ услуг и сумм капитальных вложений. В целом же создаст предпосылки для обеспечения кузбассовцев востребованными товарами и услугами. Представители бизнес-сообщества оценивают пакет предложенных мер как своевременный и предполагают, что они помогут достичь цели, поставленной Сергеем Цивилевым – увеличить долю налоговых отчислений от малого и среднего бизнеса до 50%. Единый сельхоз налог тоже снижается с 3% до 1% в 2022 году, в 2023 году с 4% до 3%. Это тоже поддерживает наши селя. 33 вида особо пострадавших компаний, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса, тоже получают поддержку и снижается вдвое налог на имущество. Здесь меры более серьезные, учитывая, что это все-таки упрощенная система, это налогообложение, это надо было, мы все понимаем, что продумать бюджет, посмотреть, насколько бюджет вытянет эти меры. И, к счастью, было принято положительное решение. Предприниматели уверены, что это не последние меры, принятые в Кузбассе, ведь импортозамещение и развитие производства – основная задача как региона, так и страны в целом. И принятые меры своевременны, потому что дают возможность нарастить собственное производство. Продолжение следует...